ДАША, ЭТО БЫЛО НЕ СКРОМНО Лена, что у тебя хороший сюжет и совсем неинтересно чужое мнение. Хорошо, я вас послушаю. Только чуть позже. А для начала посмотрим сюжет. Вы до сих пор не знаете, чем заняться в свободное от школы время? Тогда этот сюжет специально для вас. Я расскажу, как и где в Губкинском делают роботов, зачем заниматься лего-конструированием и почему стоит записаться в станцию технического творчества. Я первый раз здесь. Впрочем, как и эти ребята. Для учеников 4-й школы сотрудники станции технического творчества проводят экскурсию. День открытых дверей – всегда шумное мероприятие. С начала сентября на станции побывало много учеников разных возрастов из разных школ города. Все они были не просто зрителями и наблюдателями, а участниками программы, которым позволялось поиграть, потрогать все, что вызывало интерес. Ребят разделили на две группы, девочки пошли на рукоделие. Увидели много поделок и узнали, как и из чего их делают. Мне понравилось, как мы смотрели разные поделки. И вот ты сюда придешь, как ты думаешь? Ну, я постараюсь уговорить маму. Мальчики в это же время внимательно слушали преподавателя другого технического направления. А потом самое интересное – кабинет лего. Здесь уж точно не было равнодушных детей. Кому же из ребят не нравится играть и проявлять свою фантазию? Мне запомнилось лего и машина конструированная. Это два, что мне понравилось. Я хотел записаться на лего у соседнего кабинета. А чем хорошо лего? Ты знаешь, почему нужно лего заниматься? Ну, из нее можно строить поделки, и так можно стать строителем. А это самый сложный этап всей экскурсии. Проверка эрудиции и знаний. Викторина по правилам дорожного движения. Мне понравилась Викторина. Я ответила на все вопросы. А как, правильно или неправильно? Правильно. А ты хочешь сюда ходить? Да. А почему? Потому что тут весело и хорошо. Ребенок развивает свой мозг, старается сделать то, что он хочет. А теперь еще немного о станции технического творчества в общем. Она работает в нашем городе уже три года. Сюда ходят ребята с пяти до семнадцати лет. И работа ведется в трех направлениях. Работотехника, техническое творчество, компьютерная графика и моделирование. Реализуется проектная и исследовательская деятельность. Работает волонтерское объединение. Занятия проходят две смены круглый год, включая воскресные дни и каникулярное время. Дополнительное образование предусматривает развитие творческих способностей детей, познавательных способностей, самоопределения, самореализации, в том числе профессиональной, то есть выбор профессии. Если вы заинтересовались одним из направлений станции технического творчества, поспешите записаться, так как в некоторых группах мало свободных мест. Да и не забудьте спросить разрешение у родителей. Без их одобрения вас не запишут в любую из групп. Сюжет про станцию технического творчества получился очень полезным и интересным. Посмотрев его, ребята смогут определиться со своим хобби. Вдруг кто-то давно мечтает чем-то подобным заняться. Для журналиста очень важно приносить пользу своими сюжетами. На сегодня я свою миссию выполнила. Тогда теперь моя очередь. Я для вас и наших телезрителей рубрику подготовила. Моя рубрика для тех, у кого есть младшие братишки или сестренки. Кстати, а вы часто проводите время вместе? Гуляете или делаете что-то вместе? Или вы с ними только тогда, когда просят родителей и не проявляете свои личные инициативы? А между тем нужно проводить чаще время вместе. Совместные игры, знаете ли, сближают. Предлагаю идею собрать вместе динозавра из картона. Вот такой конструктор можно приобрести в магазине. На коробке написано много интересной информации. Этот динозавр-апатозавр обитал в Северной Америке. В длину он мог достигать 23 метров. И весил он до 32 тонн. Для детей, которые увлечены динозаврами, это будет самый лучший подарок. Только прежде чем собрать это с братиком или сестренкой, сами вникните в процесс сборки. А то получится не интересная игра, а ссора, из-за того, что вы не понимаете, что делать и как. Осторожно открываем коробку. Достаем детальки и обязательную инструкцию. Ей уделяем особое внимание. Что непонятно, сразу спрашиваем у взрослых. А потом пробуем свои силы. Тут вроде уже ничего сложного. Из листов картона получаются вот такие вот детальки. Не спешите их быстро извлекать, можете повредить. Будьте аккуратны и внимательны. А когда будете играть со своими младшими братьями или сестрами, тоже предупредите их об осторожном отношении к материалу. Картон это всего лишь плотная бумага. Только не откладывайте игру надолго. Я уже на этих выходных собираюсь с братом играть в конструкторов. Подведем итоги. Играть со своими младшими братьями и сестрами необходимо. И желательно делать это часто. Например, каждый день понемногу. Только каждую игру предварительно стоит проверить, как это сделала я с конструктором, чтобы потом не было разочарований. Хороших вам игр и отличного настроения. Кстати, в итоге у вас получится вот такой большой картонный динозавр, который вы все вместе соберете и потом можете совместно раскрасить. А почему среди ведущих нет славы? Он что, заболел? Наоборот, очень здоров и активен. Сейчас он по пятницам молодежное ток-шоу ведет. Наверное, когда есть своя программа, в школе совсем не успеваешь. Это не про славу. Недавно узнала, оказывается, он еще президентом школьного самоуправления захотел стать. И как успехи? Результат известен? О выборах нам все расскажет наш новый журналист. Предоставляем слово Марине. Сегодня в третьей школе важное событие, а для меня еще и супер волнительное. Выборы президента школьного самоуправления. Я здесь не только в роли журналиста и избирателя, но и кандидата. Решила проверить свои силы, а также разнообразить школьную деятельность. А пока пожелайте мне удачи. Я иду брать интервью у своих соперников. Буквально за неделю был составлен определенный алгоритм по выполнению этой задачи. То есть у меня есть плакат, свой рекламный баннер. У каждого есть шанс на победу. Но у кого-то больше, у кого-то меньше. Мне кажется, что это среднее. Я в своих силах уверена. Кандидаты тоже хорошие ребята. И я думаю, тут не от нас зависит. Тут наша была задача показать детям, какие мы на самом деле, что мы умеем. Кандидатов в президенты у нас шесть. Это ребята седьмого по девятые классы. Все они впервые решили баллотироваться. В голосовании принять участие могли все ученики. В начальной школе сделали свой выбор. На урок к ученикам пришли взрослые. Напомнили о кандидатах и их предвыборной программе. И выдали бюллетени. Старшеклассники подходили голосовать целыми классами на перемене. Они по одному заходили в кабинет, получали бюллетень, один в одни руки, ставили галочку «Тоже только одну». И опускали избирательный лис в специальный кейс. Я голосовала за Ильинкина Вячеслава, потому что он мой одноклассник. Я хочу, чтобы он стал президентом. Президент должен быть ответственным. Также слушать мнение всех учеников, учителей. Также должен ходить, не пропускать его занятия. Я голосовала за Лещенко Диану. Во-первых, она моя одноклассница и хорошая подруга. А что в ней такого хорошего, что ты голосовала за нее? Она очень веселая, общительная, душа компании и ответственная. Я голосовала за Марину Козлову, потому что она хочет, чтобы наша школа была процветающей. И после уроков, чтобы были фильмы, кино. Ребята-кандидаты зря времени не теряли. Они хорошо подготовили свою предвыборную программу. Ходили по классам и рассказывали про себя. И про то, что собираются сделать. Многие даже организовали специальные акции, в которых участвовали все желающие. Я решила сделать клуб мимики и жестов. Ее нет ни в одной школе. Это будут мимы, которые будут обучать других ребят мимики. Хочу оставить свою акцию, которая сейчас проходит, на постоянную основу. У меня программа «Школьная почта», где ученики моей школы могут складывать предложения, замечания, анонимные письма. С кандидатом, которого мы поддерживаем, мы совместно организовали акцию в поддержку приюта, собрали пожертвования. Дети принесли корм сухой для собак, принесли крупы и еще много чего другого. Предвыборное обещание. Сделать школу родной и уютной для всех. Добиться в пятницу свободной формы. Верить или не верить обещаниям – дело индивидуальное. Но свой выбор сделал каждый. И по подсчетам голосов победу одержала я, Марина Козлова. Мне кажется, это потому, что я очень люблю свою школу. И организовала много интересных предвыборных акций. Теперь главное – не сбавлять оборотов и продолжать работать на благо школы. Надеюсь, я буду хорошим президентом. Поздравляем, Марину, с президентством. А Славе просто не повезло. Но ничего, у него есть еще два года на пробы. Можно ведь и в 10-м, и в 11-м классе выиграть выборы. Конечно, можно. Было бы желание. Этого недостаточно. Нужно проделать кропотливую работу, и поддержка друзей и учителей совершенно не повредит. Я бы не хотела стать президентом. Иногда в школе с уроками не успеваешь, а тут еще дополнительная нагрузка. Тяжело быть учеником в наше время. Гузель, ты мне отличную идею для опроса подкинула. Тебе учиться сложно, а кому-то легко. Давайте у школьников и спросим. Я только за. Даже за респондентами побегаю. Школьникам быть трудно, потому что это нужно прилагать большое усилие для того, чтобы учить не только предметы, допустим, которые тебе нравятся, которые тебе хорошо даются. Нужно учить и другие предметы, чтобы поддерживать свою хорошую успеваемость. И даже если тебе это трудно дается, ты все равно должен вытягивать. Я считаю, что в меру да, потому что на учащемся много ответственности в плане выполнения домашнего задания, защиты своего класса, в плане, если ты не сделал какой-то подготовки, которая нужна была к какому-то конкурсу, то ты подведешь свой класс. Отчасти да, и отчасти нет, потому что экзамены, напряжение иногда легко. В наше время достаточно трудно быть школьником, но это ноша для наших плечей посильно. Нет, школьникам быть не трудно, ведь если человек учит уроки, то он знает, о чем он говорит. Школьникам быть легко, жизнь без забот. Им быть очень интересно и легко, но и в то же время с каждым годом добавляется все больше уроков, больше давления. Если все учить, зубрить, то в принципе легко. Очень трудно, потому что надо что-то учить, надо оценки получать. И если ты просто плохую оценку получишь, то тебя могут, например, некоторые детей родители наругать. А ты этого не хочешь, и приходится все учить, учить, и приходится отказываться от некоторых дел, например, погулять с друзьями. После такого опроса ребятам хочется пожелать, чтобы они грамотно свою нагрузку распределяли. Больше времени урокам уделяли, а не разным вредным занятиям. Что касается досуга, очень рекомендую прогулки на свежем воздухе. Так что откладывать? Пошли гулять! А телезрителям нашим пока! Субтитры подогнал «Симон»!